Итак, друзья, всем привет! Вы на канале Настя Май. Сегодня у меня в гостях, можно сказать, Денис и Кристина. Они приехали со станицы... Каневская. Как? Каневская. Каневская это рядом с Краснодаром. В общем, недалеко, также Кубанский. И у нас сегодня долгий, длинный, красивейший маршрут по природным местам. В общем, смотрите это видео до конца. Я думаю, что вам очень понравится. Как и вам тоже. Первая точка у нас Дивноморск, пляж Пакел. Да. Летом вообще вода настолько чистая. И кажется, когда люди купаются, как будто они в невесомости какой-то. Это очень классно. Вот там, если посмотреть вот там за мысом... Ну, диски, пляж. Ну, сейчас проход огородили полностью. Я не знаю, как туда люди добираются. Но я уверена, что народ там уже есть. Может быть, с другой стороны есть спуск туда. Но здесь всё огорожено. Пляжик будет благоустроенный. Навесики, шезлонги. Будет много людей. Красота и чистая вода. Очень круто. Мы приехали в Голубую бездну. Идём по лесной дороге на протяжении 10-15 минут. Вот такой красоте просто в Пицунских соснах, где свежий воздух, поют птички. Это очень классно, нереально. Ещё сегодня, знаете, не жарко, не холодно. Такая умеренная хорошая погода солнечная. В общем, как раз для экскурсии. С кайфом. Я обязательно вам сейчас покажу эту красоту, к которой мы придём. У нас эксперименты. Не, ну, конечно, это круто смотрится. Бесспорно. Классно. А мы всё идём. Птички поют. Рай. Вот где рай. Друзья, я вас приглашаю также посетить экскурсии, которые провожу лично я. Я вас везде сопровождаю. Делаю видео, делаю фотографии, показываю красивейшие места, скрытые места. Есть у меня несколько таких местечек, о которых мало кто знает. И куда не возят экскурсии. Вот. Номер телефона свой я оставляю в описании под этим видео. Обращайтесь, пишите на WhatsApp мне. Эй. Я вам всё расскажу и покажу. И скажу в свободные даты, когда есть. Мы приехали в Голубую Бездну, в одно из самых красивых мест у нас, рядом с Геленджиком. Вот такая красота открывается. Аж дух захватывает, знаете. Потому что резкий обрыв. Не знаю, камера, наверное, не передаёт. Белые скалы. Вдалеке Геленджик, Новороссийск, Баржа. Очень классно. Ну как вам? Класс. Нравится? Вообще. Там, кстати, внизу тоже бывают анудисты купаются. Нам это не нужно. Так и нам тоже. Да, согласна. Я тоже люблю природу. Очень круто. Так давно тут не была? Сколько, да, поваленных деревьев? У меня же голова закружилась. И вот так вот резко вниз, 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 вниз. И можно спуститься к морю. Круто. Как вам голубая бездна? Офигительно. Стоит того? Конечно, стоит. Ещё раз приедем. Обязательно. Голубой бездна. Сейчас мы едем с вами у нас с обзорной от Джанхота. И едем на наш знаменитый... На нашу знаменитую достопримечательность Скалопарус. Вы там не были? Не были. Я думаю, что вы там тоже кайфанёте. Как, в принципе, и от всех мест, где мы сегодня будем. Так что едем. Мы приехали сейчас в Джанхот. Хутор Джанхот. Это один из популярных пляжей. Сюда съезжается очень много людей. Потому что здесь постоянно чистая вода. Чистейшая. Здесь галька. Здесь нет песка. И небольшая прибрежная зона. Очень круто. Ребята в восторге. Надеюсь. Скалопарус. Она невероятно просто высокая. Я думаю, что видео не передает этого всего. Но это очень необычно. Очень красиво. И я каждому советую здесь побывать. Потому что это круто. Такое посмотреть. Не каждый день мы такое видим в своей жизни. Но я-то вижу. А из других регионов не видят. Поэтому вот такая красота открывается у нас. И вот кусок этой скалы. Вот начало. Тут она разрушена. И вот она пошла дальше. Круто. Здесь такой ажиотаж, чтобы залезть в эту дыру и сфотографироваться. Жесть. Просто очередь, чтобы вы понимали. Очередь. Народу немерено. А еще даже не сезон. Девятое мая. Она огромнейшая. Что скажете? Как скалопарус? Шикарно. Лучше, чем на фото. Вообще. Лучше, чем на фото, да? Фото она не передает. Нет, фото вообще не передает ничего. Да и идет. Мощи, да? Вот этой, которая... Она даже выше, чем пятиэтажный дом, по сути. Наверное, этажей 9 тут точно есть. Там где-то 9. Обалденно. Вы рады? Очень. Отлично. Едем дальше. Дальше водопады на реке Жене. Так, мы приехали на водопады на реке Жене. Здесь уже у нас платная пропускная система. Соответственно, мы идем смотреть водопадик. Я сейчас немножечко обделалась. Собака взгляд какой бешеный был. Все, сезон в полном разгаре. И вот это самый шикарный у нас водопад. Ой, скоро будут открыты кафешечки. Скоро можно будет днем купаться. Он очень крутой. Вау, вот он. С кайфом сейчас идем туда. Ребятки, фоткаются. Здесь достаточно глубоко. И можно было будет прям с обрыва прям туда нырять. Это очень круто. Я все прошлое лето здесь покупалась. Ну как? Классно. Классно? Маленькие, правда. А маленькие сейчас они все маленькие. Сейчас мы поедем на следующий водопад. Да. Это очень круто. Мы приехали на водопад любви. На заключающую точку нашего длинного маршрута. Ехали по такой плохой дороге. Ребята в шоке были. На такой маленькой машине. Там самое интересное, что все люди пооставляли тачки там далеко и шли пешком сюда. А мы доехали почти до самого водопада. Тут я уж не стала экспериментировать для вас. Хотя я могла бы. Опасно. А здесь-то что опасно? Вон спуститься туда можно? Ну нету в этом никакого смысла. А потом в воде нет для малых канала. Конечно. Не знаю. Все, идем на водопад. Сейчас я вам все покажу. Мы приехали на водопад любви. Я вам уже его показывала многократно. Это очень красиво. Здесь просто, знаете, такое какое-то уникальное место. Такое все уютное. И грот есть небольшой. И еще два маленьких водопада. И речка протекает. И скалы. Такое спокойствие, умиротворение. Шум на реке и пение птиц. Что может быть еще лучше? Это рай на земле. Рай Краснодарский край. Ну, ребятам нравится. И самое главное, что им нравится. А сейчас мы едем уже в сторону дома. А что, клевая фотка получится очень. Нет ничего невозможного, видите, в этой жизни. У него в кармане телефон, да? Офигенно вообще. Очень круто. О, смотри на меня. Итак, друзья, мы уже выезжаем с последней точки. У нас просто тут не совсем ровная дорога. Прошу не обращать на это внимания. Скажите, что понравилось? Что прям вау? Что так себе? Я не знаю, мне все понравилось. И водопад вау. И скалопарус тоже вау. И голубая. Вживую это все намного красивее и вообще классно выглядит. В общем, вы в восторге? Конечно. Зарядились эмоциями теперь. До следующей поездки сюда, правильно? Да. И куча классных фоточек нам еще сделали. Мотограф вообще у нас шикарный. Могу, могу. Что хотела сказать-то? А, советуете вообще людям ехать на такую экскурсию? Сто процентов. Даже тысячу. Все отлично. Я бы еще раз съездила. Есть, кстати, и другие у меня направления. Там мне меньше вы кайфанете, вам скажу. Ребят, вот такая экскурсия получилась. Кто хочет себе такую же экскурсию, пишите мне по ватсапу. Номер телефона в описании под этим видео. И спасибо за присмотр. Всего хорошего. Пока-пока. 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 Продолжение следует...